Еще одна тенденция этого туристического сезона – демпинг. В нем рынок просто погряз. По подсчетам Российского Союза Туриндустрии, 40% путевок сейчас продаются ниже себестоимости. То есть тот рост, который зафиксировали в первом полугодии, он как бы фиктивный. До четверти всех туров реализовывается буквально по символическим ценам, чтобы отбить хоть какие-то вложения. Об условиях для прибыльности бизнеса в данном случае речи вообще не идет. Среди причин называют переизбыток авиаперевозок и конкурентные войны. Очень образное описание сложившейся ситуации озвучила пресс-секретарь Союза Туриндустрии Ирина Тюрина. Я бы сравнила туристический спрос с организмом беременной женщины, которая сегодня хочет кисленького, завтра сладенького, послезавтра вообще ничего не хочет. Это невозможно предугадать. Никакие маркетинговые исследования не помогают понять, куда поедут туристы. Это первое. То есть люди, туроператоры заказали много перевозки, продажи идут хуже, чем рассчитывали. В результате они сбрасывают цены для того, чтобы вернуть хотя бы часть денег, которые они уже заплатили. Туры продаются ниже рыночных. Впрочем, чего захочет турист завтра, индустрии уже известно. Точнее, ничего, а каким путем. Несмотря на все веяние, туристический спрос развивается в сторону интернета. Все больше туристов предпочитают покупать туры в онлайн. Без посещения офиса с оплатой по кредитке. Только в 2013 году онлайн-продажи турпакетов выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Может, еще поэтому рынок так штормит. Так или иначе, традиционному туристическому сектору придется считаться с этими сменами настроения и как-то приспосабливаться к туризму строгого режима.